Лёд, снег, сугробы. Не тротуар, а полоса препятствий с приходом зимы ко многим зданиям просто не подступится. Картина вполне привычная для нашего города. Потому что обязать бизнес убирать прилегающую территорию можно только при наличии соглашения с администрацией. А заключать его частники не торопятся. Мол, земля муниципальная, администрации и убирать. Так размышляют и многие владельцы частных домов. Как показывает практика, хороший хозяин содержит и свой дом, и землю, и прилегающую территорию в порядке и без соглашений, которые у нас были предусмотрены предыдущими правилами. А условия по благоустройству прилегающей территории только на основании заключенного соглашения дают право нерадимым хозяевам отказаться от его содержания. Ведь очень много людей рассуждает про то, что за забором, оно не мое. Чтобы то, что за забором, наконец, стало чьим-то, в администрации решили пересмотреть правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Староскольского округа. Проект изменений в этот документ представили на публичных слушаниях. Суть поправок такова. Заставить частников содержать прилегающую к их зданиям территорию в обязательном, а не добровольном порядке. Подобная практика существует во многих городах страны. Кстати, и в соседнем Губкине. Администрация городского округа не в состоянии убирать перед каждым двором или предприятием, не только с финансовой точки зрения, но и с морально. Убранная, благоустроенная, придомовая прилегающая территория показывает не только благосостояние хозяина, но и его отчетливость, чистоплотность, стремление к совершенству. На публичные слушания пригласили депутатов, бизнесменов, руководителей сельских территорий, коммунальщиков и уличкомов. Всего пришло 119 человек. Активного обсуждения эта тема не вызвала. Свои предложения в письменной форме представила только ЖУ-6, а вопросы из зала задал всего один человек – уличком Валентина Трохинина. Вот, допустим, у человека привезем песок, привезем черноземный. Я его предупредила раз, предупредила два. Все, дело закончилось. Как вот эти люди наказаны? Уличкому пояснили, что поправки в правила будут предусматривать денежный штраф для нарушителей. К слову, подобные нормы несколько лет назад уже действовали в Старом Осколе. Однако прокуратура усмотрела в этом нарушение федеральных законов, выдала предписание, после чего правила изменили. Вот из-за неразберейки в нормах права дошли до того, что некоторые у нас дома уже заросли бурьян, по ту сторону ограждения, на муниципалитете, потому что этот бурьян никто никогда ни разу не убирал. Домовладельцы не хотят, видите, лень, лень, или они все-таки надеются, что муниципалитет приедет, уберет. Да, не можем убрать возле каждого дома, потому что у нас 21 тысяча домов на территории Староскольского городского округа. Глава округа вообще продолжительно и эмоционально размышлял на тему культуры в обществе, когда многие считают нормы мусорить, зная, что за ними кто-нибудь да уберет. Проект поправок в правила благоустройства участники слушаний приняли единогласно. Теперь документ в новой редакции должен рассмотреть совет депутатов. Если народные избранники его одобрят, то коммерсантам придется следить не только за состоянием своих дел и счетов в банках, но и своевременно подстригать кустарники, чистить канавы, убирать мусор, зимой посыпать тротуар песком, а летом косить траву. То же касается и владельцев частных домов. Идея таким образом навести порядок в округе и создать благоустроенную территорию, с которой уже другие муниципалитеты будут брать пример, конечно, привлекательна. Но факт того, что власти вновь хотят переложить некоторую часть обязанностей с себя на плечи бизнеса и рядовых граждан, у многих также вызывает недовольство.